Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, 7 мая, и у нас наша традиционная планерка. И сегодня на нашей планерке мы запускаем третий бот, который называется сопровождение. Ну, про это прямо чуть-чуть попозже. Сегодня, я так думаю, что планерочку мы постараемся провести быстро. Сначала те объявления, которые нужно знать. Итак, на этой неделе, начиная как раз с сегодняшнего дня, ровно до конца каталога, то есть с 7 по 13 мая, стартует акция, когда вот эта вот новиночка тушь, которая в каталоге на первом же развороте у нас находится, код 33216, идет вторая тушь в подарок. По-моему, при заказе на 500 рублей сейчас я открою в чате, да, и посмотрю более точно эту информацию. Так, ну что ж. Итак, с 7 по 13 мая купите черную объемную тушь, вот с этим кодом, 33216, и получите вторую, такую же в подарок. Получи две туши за 199 рублей при заказе на 500 рублей и более из каталога, или получи две туши за 449 рублей при заказе с каталога менее 500 рублей. То есть вот идет вот такая акция, которая стартовала как раз сегодня. Также напоминаю вам, что именно с этого каталожного периода у нас вступили в права новое условие премьер-клуба. Итак, теперь премьер-клуб начинается со 100 баллов. Участники, все абсолютно, кто делает товарооборот на 100 баллов уже в этом каталожном периоде, компания по итогу каталога перечислит им дополнительную скидку в размере 5%. Плюс, уже начиная с личных 100 баллов, можно будет пользоваться дополнительным каталогом, который у нас выпускается для премьер-клуба. Также, как обычно, осталось условие для получения скидки за организацию товарооборота, личный товарооборот 150 баллов обязательно. И появился новый премьер-клуб, который называется «Платину», для тех, кто делает более 250 баллов за каталог. У этих людей 10% дополнительная скидка будет на всю продукцию, то есть помимо их 20%. И плюс еще огромное количество преимуществ, о которых мы уже говорили на предыдущих планерках, не буду повторяться. Просто хочу, чтобы вы запомнили, да, что теперь премьер-клуб начинается со 100 баллов и делится на три категории – 100, 150 и 250 баллов. Вот это надо обязательно запомнить. И, кстати, в такой ситуации все новички, которые приходят в команду, делая свой первый заказ стартовой программы, помимо того, что они получают у нас с вами подарок по текущей акции, которая называется «Триумф успеха», вот так вот выглядит акция. И вот такие вот подарки, да, то есть новички у нас получают набор браслетов, совершенно замечательный. И также они могут сразу же стать спонсорами, а спонсор уже получает совершенно другие наборы и другие подарки. Да, вот бьюти-кейс могут получить, могут получить набор совершенно уникальных кистей для макияжа, целый набор. Также могут получить вот такие вот подарки. Вот. Поэтому наша с вами задача – главное говорить про все акции. И новичок, соответственно, делая свой первый шаг 100 баллов, смотрите, что он у нас входит в премьер-клуб новый, получает 5% в дополнительную скидку. Он у нас получает набор браслетов очень красивых. И он у нас получает шаги по стартовой программе. То есть у новичка вообще огромное количество преимуществ. Также, если он начинает приглашать людей в проект, соответственно, он уже является спонсором рекрутирующим, и, соответственно, количество подарков у него может увеличиться благодаря этому. Поэтому обязательно рассказывайте это своим новичкам, обязательно показывайте все преимущества. Также вам напоминаю, что у нас буквально уже совсем скоро состоится мероприятие, мегафорум в Москве, который называется «Арифлэйм – это я». Главное мероприятие вообще года. И вообще, я бы сказала, это будет главное мероприятие всех 50 лет работы и сотрудничества с компанией. Потому что это юбилей, потому что это замечательный праздник, потому что приглашено огромное количество звезд, как звезд эстрады, так и различных блогеров, различных тренеров и так далее, и так далее, и так далее. То есть вообще само мероприятие будет просто абсолютно-абсолютно уникальным. И плюс на этом мероприятии еще будет внутренний конкурс, где мы будем с вами выбирать гимн «Арифлэйм – Россия» на 2017 год. И уже есть 14 команд. Эти команды из разных городов. Из Самары тоже есть такая же команда, которая будет представлять определенный гимн. Прошла жеребьевка. И наша команда тоже получила, не наша в смысле команда, да, Project Cool, а команда города Самары. Также выдвинула людей, которые будут на сцене исполнять этот гимн. Тот, который в жеребьевке получил именно наша команда. И, соответственно, в общем-то, 7 команд выйдут в финал, и в конечном счете зал Олимпийского выберет тот гимн, который будет сопровождать нас на протяжении всего года. Лично мне, как человеку с музыкальным образованием, вообще безумно это все нравится. И я вообще обожаю такие конкурсы. И я, в общем, лично я испытаю, наверное, огромный восторг от того, что будет происходить на сцене. И это только маленькая-маленькая часть программы, которая вас ожидает 17 июня. Поэтому обязательно, обязательно, обязательно заполняйте заявки, обязательно покупайте билеты, обязательно будьте там, будьте участником исторических событий, потому что, в общем-то, история – это мы, ребят, понимаете? Вот то, что мы делаем сегодня, это и есть создание новой истории внутри нашей компании. И та система, которую мы сегодня вам презентуем окончательно, да, третий шаг уже этой системы, та система, которую мы вам, в общем-то, презентовали на протяжении уже трех недель, эта система, конечно же, тоже станет исторической, как для нашей команды, так, собственно говоря, и для всей компании. Почему? Ну, для нашей команды понятно, потому что наша команда выходит просто на новый виток своего развития. Ну, а в рамках всей компании эта система историческая по той простой причине, что благодаря этой системе у нас будет огромный рост. Я ожидаю уже рост к осени, а осенью, зимой, да, наша команда начнет давать огромный результат, новые званий будет очень много. И все это, конечно, войдет в историю сотрудничества с компанией, и войдет в историю чеков, премий, банкетов будущих, поездок за границей и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ребята, историю будете делать вы. И вы ее будете делать именно с теми инструментами, которые мы вам представляем и предлагаем. Итак, очередной бот. Мы с вами уже два бота посмотрели, мы с ними ознакомились. Первый бот назывался «Старт новичка». Я так надеюсь, что вы всем абсолютно без исключения новичкам даете этот бот на изучение. Второй бот у нас называется «Партнер». В этом боте уже человек включается в систему рекрутинга. То есть, тот бот, который называется «Партнер», он направлен именно на то, чтобы у человека появилось желание, возможности и понимание, как правильно приглашать людей в проект. И на что приглашать, и зачем приглашать. То есть, на все эти вопросы отвечает второй бот, который называется «Партнер». И вот третий бот, который называется «Сопровождение». На что направлен третий бот? Третий бот направлен на то, чтобы мы с вами, те люди, которые приглашают новых людей в команду, знали, как шаг за шагом сопровождать правильно этих людей и включать этих людей в бизнес. Причем не только мы с вами, чтобы это знали, а чтобы вот любой человек в нашей команде, даже если он находится у каждого из вас, я не знаю, там на сотом уровне, на двухсотом уровне, на пятисотом уровне, он тоже мог с помощью этого бота сопровождения спокойно, шаг за шагом сопровождать своих новичков, четко знать, что им давать, когда давать, как давать, и, в общем, знать ответы абсолютно на все эти вопросы. Итак, сегодня мы с вами разбираем третий бот, который называется «Сопровождение». Ну и, конечно же, как обычно, мы попробуем вам сделать все это через показ экрана. Так, сейчас я включаю показ экрана. Катя, я тоже считаю, что это очень круто. Ага, так, депутат, что открыть. Не пошел? Не пошел с первого раза. Сейчас попробуем еще раз. Вообще, вот пока включаем показ экрана, я пока еще вижу наш чат. А кто уже пробовал работать с первыми двумя ботами? Как у вас ощущения? Угу, вот Аня пишет, очень понравилось. Все доступно. Так, а вы видите сейчас мой экран полностью? Все, напишите, что вы видите, потому что мне пишет, что он показывает уже вам экран. А что, они могут видеть? Правильно? Может, будут еще включения? Телеграм же мне включение. Ага, вот Тоня пишет, тоже нравится бот. Сейчас на экране что вы видите? Вы видите мой экран или вы видите просто нашу вебинарную площадку? Тельбира пишет, тоже боты нравятся. Ваш экран в экране, веб-площадку вдвойне. Угу. Ага, вот, вот, вот. Вот, вы сейчас видите, да? Видите бот? Да, все, отлично. Замечательно. Ну что, итак, мы приступаем с вами, приступаем с вами к ознакомлению с очередным ботом, который называется сопровождение. Ну, собственно говоря, все точно так же, да? Вот если я сейчас здесь напишу, очистить историю, нажму, можно, да, очистить? Вот. То есть, смотрите, все как всегда. Для того, чтобы посмотреть весь бот, мы должны сначала нажать на кнопочку начать. Вот здесь вот внизу экрана. Все как всегда, вы уже привыкли к этому, ко всему. Видите, да? У меня вот на экране сопровождение, партнер, стартовичка, вот эти все боты есть. Вот. Итак, мы нажимаем кнопку начать, и у нас написано, приветствуем тебя в боте сопровождение. И все, опять же, похоже, да? Все расписано по шагам. Итак, давайте знакомиться, что же у нас здесь в шагах. Итак, я нажимаю шаг 1. И открывается. Итак, открывается приветствие. Дорогой партнер, поздравляю тебя с появлением первых новичков в твоей команде. То есть, сразу хочу, ребят, сказать, что бот сопровождение имеет смысл давать только тем партнерам, у которых уже есть регистрация. То есть, кто уже давал контакты, отрабатывал эти контакты со своим наставником, делал телефонные звонки, и, соответственно, у них появились первые регистрации. Может быть, одна, может быть, две, может быть, три. А именно во втором боте партнер. То есть, весь второй бот был направлен на то, чтобы человек начал рекрутировать. И третий бот мы ему даем только в том случае, если у него появилась команда. Да, уже его личная команда, его личные люди, которых ему надо теперь сопровождать. Если у человека во втором боте, нет, не сами, конечно, спонсор делал звоночек, они давали контакты для этого звоночка. То есть, во втором боте партнер, человек еще пока только-только входит в систему. Сам он еще звоночки делать не умеет. Это мы будем с ним учиться как раз вот в этом третьем боте сопровождение. Я сейчас о чем хочу сказать? Я хочу сказать о том, что если будут такие партнеры-терапыги, которые быстренько взглядом пробегут первый бот, также быстренько взглядом пробегут второй бот, и тут же вам скажут, а какое кодовое слово в третьем боте, а как мне перейти на третий бот? Так вот, имеет смысл, в принципе, давать бот человеку только в том случае, если ему есть кого сопровождать. То есть, если у него есть регистрация с его личной подачей. Тогда да, тогда вы ему даете третий бот, он начинает его изучать. Если у него ни одной регистрации с личной подачей нет, если он ни разу не прослушал телефонное собеседование своего наставника, если он не дал вам ни одного контакта, то третий бот давать совершенно нет никакого смысла, потому что сопровождать ему вообще некого. И поэтому еще раз вы его возвращаете в такой ситуации ко второму боту. То есть, вы ему говорите, что, слушай, у нас с тобой пока нет ни одной регистрации, давай-ка еще внимательно посмотрим, что ты изучил во втором боте, что ты понял о втором боте, какие у тебя вопросы возникли, какие трудности возникли. То есть, вы с ним начинаете разговаривать по второму боту, уточняете, что, собственно говоря, у него не пошло, какие у него конкретно появились причины, да, что у него не получилось, и, соответственно, пробуете опять его вывести на рекрутинг. Только в этом случае, как только у него произошла первая регистрация, вы ему даете вот следующий бот под названием сопровождение. Понятно этот момент? Я надеюсь, что понятно. Итак, вот бот сопровождения. Дорогой партнер, поздравляю тебя с появлением первых новичков в твоей команде. То есть, он, видите, он даже нацелен на то, что если у него нет первых новичков, то смысл ему читать эту надпись. Теперь тебе нужно научиться и грамотно сопровождать, и помочь им сделать первые шаги в бизнесе. Все про сопровождение ты узнаешь из этого бота. Для начала тебе нужно подтвердить твои персональные данные. Компания рассматривает тебя как перспективного партнера и будущего директора с официальным доходом. С уровнем менеджера для начисления доходов, получения бонусов подарков, нужно пройти процедуру верификации на официальном сайте по инструкции ниже. И здесь есть инструкция, картиночка, да, как пройти верификацию. Есть видео, как пройти верификацию. Все это есть. Значит, для чего мы это сюда поставили? Именно для того, чтобы человек уже более серьезно начал относиться к бизнесу, в который он пришел и понял, что все вот эти процедуры, они очень важны, и этот бизнес на самом деле очень серьезный. Дальше открываем шаг второй. Итак, второй шаг. Наш проект выбрал систему быстрого роста вертикального построения структуры. Наша система позволяет за первый год работы выйти на доход от 50 тысяч рублей в месяц и более. Как правильно строить структуру, ты узнаешь из этого видео. И здесь, опять же, видео специально записано для данного бота. Это видео, где Анна Горбачева рассказывает о правильности построения структуры, то есть система вертикального построения структуры. Почему именно так? Почему не по-другому? В чем преимущество такого вида построения структуры? Вот человек все узнает из этого видео. И вам не придется, скажем так, лишний раз ему это еще раз объяснять. Дальше ему предлагается взять ссылку на таблицу команды спонсора с доступом к редактированию и сделать свою регистрационную форму. Как создать регистрационную форму, видео также прилагается. То есть человек посмотрит это видео и уже сделает свою регистрационную форму. Дальше мы открываем третий шаг. Итак, он у нас прошел процедуру верификации, он создал свою регистрационную форму. Он теперь понимает, почему мы строим команду именно таким образом. И дальше мы ему расскажем, какими же навыками ты должен обладать для правильного сопровождения новичков в своей команде. Личная обучаемость, во-первых. Дополнительно к вебинарам, читать книги, смотреть видео. Ссылка на дополнительную рекомендованную литературу здесь есть, да? Дальше. Ежедневный личный рекрутинг. План минимум 1 регистрация в день с личной подачей. Личный товарооборот 150 баллов и более в каталог. Ежедневная связь со спонсором своей команды. Ежедневные отчеты про дел на работе в чате спонсора. Максимальное использование ресурсов команды, вебинаров, чатов, ботов, каналов. Выступление на вебинарах. Начинаю выступать на тренировочных вебинарах с уровня 9%. Тренировочные вебинары у нас идут в 9 по Москве утра и в 15 часов дня по московскому времени. Активность в чатах и соблюдение правил команды. Проведение планерок с 9% уровня. Ведешь сам и обязательно приглашаешь спонсора. Лично активное участие в работе команды. Оффлайн, онлайн мероприятия. Быть командным игроком. А в скобочках написано, что такое быть командным игроком. Выстраивать отношения как со спонсорами, так и с членами своей команды. Завести ежедневник в бумажном или электронном виде. И всегда быть на позитивной стороне. То есть мы прям четко проговариваем, какие должны быть ежедневные действия и какие навыки должны быть у человека, если он хочет зарабатывать в нашем проекте. И открываем после этого четвертый шаг. Для твоего быстрого роста и развития обязательно нужно научиться планировать все свои ежедневные действия и расставлять правильно приоритеты. В этом пункте мы покажем примерный расчет выхода на новый уровень за каталог при условии твоего правильного планирования. Ну вот одна картинка почему-то сейчас зависла, не открылась. В этой картиночке идут три О, да? Что надо обучаться, что надо приглашать людей. И там идет, что надо 3 часа в день тратить на рекрутинг, 3 часа в день тратить на обучение и 3 часа в день тратить на сопровождение новичков своей команды. То есть это вот картиночка, которая почему-то сейчас зависает, не открывается. И здесь же вот такая вторая картиночка, цифровые показатели результатов за каталог. То есть мы даем человеку приблизительный расчет для того, чтобы он соизмерил свои силы, свои цели. Кто-то хочет быстро выйти на серьезный доход, кто-то не особо торопится. Здесь есть как минимум три варианта подсчета, и каждый человек может посмотреть, какой же вариант ему подойдет, и выбрать тот путь развития, который ему комфортен. Итак, мы предлагаем вот такие варианты. 20 дней в каталоге, да? Если каждый день человек приглашает одного нового партнера из расчета одной личной регистрации ежедневно, то в каталог у него приходит 20 партнеров. Если эти 20 партнеров начинают делать минимальный заказ, ну хотя бы на 30 баллов, то есть это 1000 рублей, мы взяли просто средний заказ по группе, то в таком случае, выполняя план, одна регистрация в день с личной подати, человек у нас сделает товарооборот со своей командой в 600 баллов. То есть 20 человек умножаем на 30 баллов, получается 600 баллов. Это уровень 6%. То есть он выйдет на уровень 6%. Дальше, если же эти 20 человек, которых он пригласил, делают по 100 баллов, то есть станут участниками стартовой программы, то также всего за один каталожный период человек выйдет на товарооборот 2000 баллов, а это уже уровень 12%. И если мы рассматриваем ситуацию, что все эти 20 партнеров делали по 150 баллов, то есть они пришли на бизнес, они поняли, что есть обязательные условия личного товарооборота 150 баллов в каталог, то опять же при тех же самых, как бы, вроде бы, начальных составляющих, 20 человек нужно пригласить за 20 дней, а товарооборот такой команды составит 3000 баллов. А это уровень уже 15% в замкаталог. И мы предлагаем человеку выбрать свой план успеха и развития. То есть мы не навязываем какой-то конкретный план, мы показываем минимум и мы показываем максимум. То есть мы даем человеку такие, знаете, ну, определенные, как бы, я бы не назвала это рамки, да, а определенные векторы, да. То есть вот в каком, с какой скоростью он хочет развиваться, в каком векторе он хочет развиваться, он будет принимать решение сам и, собственно говоря, потом сам же увидит на своих личном, на своем личном примере, как у него это будет получаться. Дальше открываем шаг пятый. Итак, пятый шаг. На сегодняшний день самым эффективным способом приглашения людей в свою команду является телефонное собеседование. Ты уже несколько раз прослушал собеседование, которое проводил твой спонсор и уже владеешь этим методом. Пришло время начать проводить собеседование самостоятельно. То есть, смотрите, вот только тут мы предлагаем вообще с этим ознакомиться и, ну, скажем так, понятно, что будут люди, которые начнут читать собеседование, пройдя вот этот пятый шаг. Будут люди, которые не сразу, может быть, начнут читать собеседование, но в любом случае уже здесь можно человеку на эту тему начать разговаривать. Чем быстрее ты начнешь делать самостоятельные действия, тем быстрее начнет развиваться твоя команда и расти твой доход. И здесь видео, которое также записано специально для нашего года, я его записывала на нашей вебинарной площадке, кто-то даже присутствовал при этой записи, как раз телефонное собеседование. То есть, тоже, видите, коротенькое видео, всего 13 минут. Также здесь будет сам текст телефонного собеседования, чуть попозже появится, после 9 мая, после праздников. То есть, двумя картиночками будет идти текст телефонного собеседования. И здесь же будет ссылочка на канал. Вот если посмотрите, у меня этот канал вот на экране есть, называется «Все о рекрутинге». Сейчас я вам, когда пройдем, вот это тоже покажу эти каналы. Вот, то есть, это все будет вот дополнительно в пятом шаге. Сейчас пока здесь вот только видео стоит. Ну, собственно говоря, на начальном этапе ознакомиться уже, и это интересно. Дальше шаг шестой. Вот он у нас начал читать телефонные собеседования. И теперь мы ему предлагаем инструкции, да, что же он должен дать, чем он должен помочь своему новичку для того, чтобы новичок включился в бизнес. Он дал, вот мы здесь прям пишем пошаговые инструкции для твоего новичка. Первое. Установление Телеграм. После заполнения заявки кандидата необходимо позвонить ему, поздравить с присоединением в команду и дать задание установить Телеграм следующим текстом. Представляете, даже тексты прописали. Пока я открываю твое личное кабинет на сайте, установи Телеграм. Это онлайн-офис нашей команды. И пришли мне смайлик-пличку. То есть Телеграм имеется в виду. Все инструкции по обучению находятся только в Телеграм. И отправить новичку ссылку на установку Телеграм. То есть новички у нас совершенно разные. Кто-то сам легко находит мессенджер Телеграм, устанавливает. Кому-то надо отправить ссылочку. Ссылочка здесь прилагает. После установки Телеграм, отправляешь ему в личку инструкцию, перевод Телеграм на русский язык. Ну, понятно, в том случае, если у человека скачалась английская версия, да. Инструкция также прилагается. Второе. Отправить в личку приветственное письмо с регистрационным номером и паролем. Письмо тоже прилагается. Добро пожаловать в проект Прожитков. Очень рада, что вы теперь в нашей большой и очень дружной команде. Желаем вам активного старта, любознательности, упорства и, конечно же, старания. И тогда результат не заставит долго ждать. А наша команда во всем вас поддержит. Ваш регистрационный номер, поле оставлено, ваш пароль. Ваш номер является вашей собственностью, которую можно передавать по наследству. У вас уже есть скидка 20% на весь ассортимент товара в вашем интернет-магазине. При размещении первого заказа на кладу добавится регистрационная плата 149 рублей. Эта плата единоразовая, и ее можно вернуть. Ссылка на сайт компании также прилагается. И написано, важно активировать личный кабинет. Вам пришло смс с кодом 4 цифры. Зайдите на сайт компании под своим номером и паролем, подтвердите свою регистрацию. То есть помните, что у новичка в боте, старт новичка, там было написано, что надо зайти и ввести вот это четырехзачное число. А в данной ситуации это написано для уже спонсора, чтобы он проконтролировал, чтобы это произошло. То есть все вот, понимаете, как бы вся система зациклена. То есть спонсору объясняется, что надо делать. Собственно говоря, что уже было прописано изначально в старте новичка для новичка, какие шаги. То есть чтобы каждый из них четко понимал, что нужно делать, на каком этапе. Дальше третье, в чем нужно помочь новичку. Нужно созвониться с новичком и уточнить, установил ли он телеграм. Ну опять же, вы как люди опытные знаете, что бывают ситуации, когда вроде бы спросил человека, понял, понял, дал задание, через некоторое время смотришь, а человек телеграм не установил. Спрашиваешь, почему? И вот здесь мы уже для спонсора написали. Если установил, то отправляешь ему ссылку в личку телеграм на первый бот старт новичка. И здесь она прилагается, эта ссылочка, видите, еще раз, да? Внимание, обучающий бот читается только в мессендже телеграм. Заметили, сколько раз мы про это пишем? Люди все разные. Кто-то с первого раза понял, кто-то с первого раза не понял. Кому-то надо три раза прочитать. Этот текст кому-то пять раз надо прочитать, чтобы понять, что в Байбере нет смысла отправлять бот телеграм, потому что он там просто не откроется. Но мы про это уточняем все время. Если не установил, еще раз проговаривается о важности телеграм. То есть прямо тексты написаны, каким образом, о чем нужно разговаривать с человеком на всех абсолютно этапах. Итак, это был шестой шаг. Вот мы его выполнили. И переходим к шагу номер семь. Итак, шаг номер семь. В нашей работе очень важно, чтобы между тобой и твоим новичком сложились не только деловые отношения, но и личностные. Для этого надо ежедневно общаться со своим новым партнером и наладить доверительные отношения. Второй звонок должен состояться сразу после просмотра твоим новичком в отостах, но не позднее 24 часов с момента регистрации. Примерный план созвона ты увидишь ниже. То есть мы даже проговариваем, когда конкретно надо позвонить, уточнить, ознакомился с ботом, не ознакомился с ботом и какие при этом нужно правильно задавать вопросы. И вот здесь, пожалуйста, предложены эти вопросы. Спросить о прохождении в бот на старт, все ли понятно, какие есть вопросы. Если непонятно, объяснить своими словами правила трех О, обучаться, организовать поток партнеров, организовать ЛТО. Спросить, сколько часов в день и дней в неделю готов уделять на работу и обучение. Данные обязательно у себя в ежедневнике фиксируем тоже, чтобы мы точно знали, с кем и о чем мы разговаривали. Общаемся в чате, отвечаем на вопросы, ежедневно созваниваемся, проводим совместное собеседование в скайпе и так далее. То есть новичком надо постоянно, постоянно, постоянно быть на связи. Нет совершенно никакого смысла, если вы зарегистрировали человека и больше с ним не выходите на связь. Человек потеряется, человек сам не будет это все делать. И надеяться на то, что к вам придет суперзвезда, которая сама включится, изучит и побежит дальше, ну, согласитесь, это несколько бессмысленно, да. Вот если вы все будете делать правильно, если вы каждый день будете проводить одну регистрацию в действительной подаче, если вы будете правильно сопровождать своих новичков и все делать, вот как я вам сейчас рассказываю, как прописано в этих ботах, то рано или поздно у вас может появиться такая звезда, такой человек, который придет, сам изучит все эти боты и абсолютно самостоятельно начнет развивать свою команду. Но этот человек, понимаете, такого человека надо заслужить. Сразу с первого дня такой человек у вас в команде не появится. Поэтому отрабатываем это лето по полной программе. Делаем большое-большое-большое количество действий, и тогда обязательно рано или поздно такой человек в вашей команде появится. Ну и по итогу звонка дать задание, изучить материал в боте партнер и договориться о следующем созвоне. То есть, смотрите, у нас новичок может автоматически перейти в бот партнер, если он посмотрел в седьмом шаге видео, услышал кодовое слово, ввел его там в строке сообщений, да, и он может перепрыгнуть на бот партнер. Поэтому вы ни в коем случае не затягивайте второй звонок более чем на 24 часа. Иначе может получиться так, что он у вас проскочил два бота, оба причем, да, молниеносно, не посмотрев видео, не прочитав никаких книг, не созвонившись с вами, не обсудив с вами план работы, то есть вообще быстро просто проскочил, и вам говорит потом, и что, вот я все посмотрел, что дальше. Смысл-то не в том, чтобы он просто все посмотрел. Смысл в том, чтобы каждый бот давал ему определенные навыки. В боте номер один он узнает первичные, вообще он знакомится с проектом, знакомится с нашим видом деятельности, знакомится с нашим бизнесом, знакомится с нашей компанией, а в боте партнер, он уже получает первые задания. Помните, да, что там есть определенный шаг, взять ручку, написать список знакомых и начать уже делать первое приглашение. И если человек просто вот так вот проскочил и прочитал, не выполняя задания, то толку от этого, конечно, совершенно никакого не будет. Поэтому ваша задача вовремя делать эти звонки своим новичкам и вовремя уточнять, на каком этапе они у вас находятся. Где-то подтолкнуть нужно людей, где-то напомнить им нужно, что надо изучать боты, где-то направить их правильно. То есть ваша задача уже как наставников вести правильную политику. Ну и шаг номер восемь. Здесь это заключительный шаг. Здесь мы рассматриваем работу с распечаткой. Распечатка – это информационный лист компании, в котором можно посмотреть абсолютно все сведения. Нет, не заключительный, а девятый заключительный. В котором можно посмотреть абсолютно все сведения о своей команде. Наш бизнес прозрачный и легальный, и компания всегда предоставляет все данные о своей команде по первому запросу. Как взять распечатку информационный листок на официальном сайте компании? Какие конкретно данные ты увидишь в распечатке, узнай из следующих видео. Почему-то сейчас эти видео отсутствуют, вроде бы их ставили, но я вам скажу, что здесь будет стоять. Здесь будет стоять два видео. Первое видео чисто техническое, коротенькое видео, просто как зайти на сайт и заказать информационный листок. Оно прямо идет буквально одну там полторы минуты видео, да? И второе видео, которое идет 10 минут, где вообще полный обзор распечатки. Что, как, куда смотреть, какие данные, что означают, где что взять, на что обратить внимание и так далее, и так далее, и так далее. Прям абсолютно полный обзор по распечатке. Будет здесь стоять 10-минутное видео. Оно уже готово. Но вот я так думаю, что после 9 мая он здесь у нас уже окажется. Ну и 9-й шаг, 9-й шаг заключительный, в котором написано «Поздравляем!» Теперь ты узнал полную систему работы нашей команды, и она уже работает именно в твоей команде. По этой системе выросло много директоров, и при соблюдении всех шагов ты тоже очень быстро добьешься желаемого финансового результата. Чем большему количеству своих партнеров ты передашь эту систему, тем выше ты поднимешься по карьерной лестнице. Ну и, конечно же, карьерная лестница прилагается. Ну и на вопрос, а что же делать дальше? А дальше мы делаем все по кругу. Мы новичкам даем первый бот-старт, вовремя с ними созваниваться в течение 24 часов, узнаем, как они прошли первый бот. Если прошли успешно, все поняли, идут по второму боту партнер, опять в боте партнер задача включить их в рекрутинг, в индивидуальный личный рекрутинг, да? И если вы о них пошли регистрации, даем третий бот, который называется сопровождение. И вот так вот выглядит вся будущая система. Ребята, представляете? Вообще, конечно, проделана колоссальнейшая работа, у нас ушло больше месяца на эту работу. Но я абсолютно горжусь теми результатами, да, которые мы добились, как мы это сделали, как это выглядит, именно как наполнена вот эта вся информационная часть, да? Все видео, которые стоят в наших ботах, все, абсолютно все сделано специально для того, чтобы вам легко было развиваться и расти в этой системе, для того, чтобы вам легко было делать все шаги, для того, чтобы мы это лето, четко каждый из нас с вами знал, какие конкретно нужно делать действия, на каком этапе и что вообще, на что зачем, да? Вообще призываю вас к тому, что это лето надо активно поработать, очень активно поработать. Потому что чем дальше, да, тем больше людей уходит в интернет, тем больше там будет предложений бизнеса, поэтому вам нужно сейчас активироваться, вам нужно сейчас начать делать максимально быстрые шаги, вам нужно именно сейчас начать как можно быстрее продвигаться вперед для того, чтобы у вас был уже осенью хороший, масштабный, я бы даже сказала, грандиозный результат в бизнесе. И чтобы самое интересное не только у вас, но и у тех партнеров, которые присоединятся к нам в команду в мае, в июне, в июле, в августе, чтобы у них осенью уже тоже был результат, и мы с вами в осень войдем с огромной менеджерской командой, и будем легко и красиво делать новые результаты, будем открывать с помощью вот такой системы сопровождения, будем открывать и одно, и два, и три, и четыре, и более статусов за один только сезон, да, за 17 каталожных периодов. Вот такая вот у нас с вами крутая система, не побоюсь этого слова, да, и вот хочу вам показать еще, у нас есть теперь канал вебинары, где, собственно говоря, выкладываются записи вебинаров, видите, да, где можно все вот это посмотреть. Если вдруг кто-то из ваших людей попустил какие-то вебинары, то они выкладываются вот на этот канал. И совершенно уникальный у нас есть теперь канал, который называется «Все о рекрутинге». Ребят, здесь, посмотрите, огромное-огромное-огромное количество переписок, здесь более 200 переписок разных, всяких, подходящих вот, ну, просто разным абсолютно людям. Задача просто вот зайти прям и почитать разные всякие переписки, да, и выбрать те варианты, которые вам подходят, те варианты, которые вам более близки. Есть более длинные переписки, есть короткие переписки, ну, всякие-всякие-всякие разные. Посмотрите, их очень много, поэтому, опять же, сами ознакомливайтесь и, конечно же, отправляйте всех своих новичков сюда в этот борт. Собственно говоря, во втором шаге партнер, там есть ссылочка на этот канал «Все о рекрутинге» и задача ваша, чтобы ваши люди сюда выходили в этот канал и, в общем-то, все изучали. Спасибо большое. Вот прям сейчас запустил сегодняшний новичка, вот один к большим результатам готовый, ура! Классно! Я знаю, что вы готовы к большим результатам. Закрываю я, да, вот эту нашу систему. Я просто должна закрыть, да? Вот, и завершить пока так, да, нажимаю? Так, так, так. Сложу, да? Куда попало? Я не знаю, куда попало. Щелкало, куда щелкало, туда и попало. Вот. Итак, ребята, сегодня вы ознакомились с полной системой нашего сопровождения. Я надеюсь, что вы в таком же восторге, как и я от этой системы. Честно говоря, если бы, когда я начинала этот бизнес, у меня была бы такая, вот такая пошаговая система сопровождения со всеми инструкциями, со всеми видео, со всеми объяснениями, просто буквально даже, что на каком этапе сказать, как сказать и все такое. Ну, я не знаю, я бы уже президентом, наверное, была, да? Я только сегодня Саше говорила, что, Саш, прикинь, когда-то мы начинали с того, что у нас была одна единственная книга, которая была напечатана на пишущей машинке. Называлась она «Путь к успеху», как сейчас помню. Это была тоненькая-тоненькая брошюрка, чем-то похожая на книгу Даде, и там вот как раз вообще объяснялся, ну, какие-то начальные этапы и суть бизнеса. Все, больше ничего не было, все остальное было в голове у спонсора. И для того, чтобы что-то взять, какие-то знания, нам приходилось буквально жить вместе со своими спонсорами, прям буквально в смысле этого слова, да? Мы вместе ездили в регионы, мы вместе ночевали в квартирах, мы вместе там снимали жилье, мы вместе запускали новые команды. Почему так происходило? Потому что у спонсора были знания, а у нас был энтузиазм, и вот как-то надо было это все соединить, и на это уходило огромное количество времени, энергии, ресурсов, денег и всего-всего прочего. Ребята, сейчас это просто что-то невероятное. Посмотрите, что происходит сейчас. Сейчас просто вот, ну, вот все есть, да? Берем готовое. Писать и сейчас важно. Да писать всегда важно. Ежедневник вообще должен быть всегда, и нужен он всегда. Но сегодня все, что мы с вами делаем, это все, конечно же, совершенно не похоже на тот бизнес, о котором думают люди. Люди о чем думают? Когда они слышат слово Ари Флейм, им кажется, они вот помнят ту систему, даже те, кто были в компании, кто не был в компании, они представляют ту систему. Они говорят, ой, Ари Флейм, нет, что вы, мне это не подходит. Я сейчас всем говорю, да вы даже не представляете сегодня, что такое наш бизнес. И когда я начинаю рассказывать, люди заводятся и говорят, ну что, прям вот правда так? Я говорю, да, так. Я вот в чате вам написала вчера, да, что я купила платье к банкету. И продавцы сидят, я говорю, и что вы тут сидите, никого вообще нету. Я вот пришла, да, и вот сколько ходила, и к вам так и никто не зашел. А они говорят, да, очень скучно. Я говорю, так пойдемте к нам. И поговорив с ними буквально 5 минут, в общем-то, все 3 дали свои контакты. Потому что я им рассказала, что я делаю абсолютно то же самое, что и они. Но я это делаю в удобной для себя, в комфортной для себя обстановке тогда, когда я хочу. И зарабатываю я, ну, не просто на порядок больше, чем они, а в невероятное количество раз больше, чем они. А делаем мы, в общем-то, похожие вещи. И люди сказали, слушайте, ну да, очень интересно. И еще вам хочу сказать, что у нас изменились правила терминации. Правила изменились для тех, у кого уровень от 0 до 6% был в компании. Значит, у них теперь, если они в течение 17 каталогов не делают ни одного заказа, то, собственно говоря, их номер терминируется. Раньше это было 34 каталога. То есть, смотрите, у новичков у нас, как обычно, 4 месяца. У тех, у кого уровень был от 0 до 6% и был сделан заказ теперь 17 каталогов, календарный год, да. Ну и, соответственно, от 9% и выше 34 каталога, как и ранее было. Да, вот такие вот новые правила для того, чтобы вы знали. Ну что ж, ребят, я, собственно говоря, хочу вам пожелать, чтобы вся эта система принесла вам большой успех в бизнесе, да. Теперь у вас есть все шаги. Теперь вы можете делать самостоятельно все эти шаги. Теперь ваша задача, главное, рекрутировать и делать так, чтобы у новичков происходил запуск в эту систему, да. Это ваша основная задача. Ну а наша задача, в общем-то, выполнена. Мы вам предоставили эту систему. И теперь я, собственно говоря, как и все вы, также активно включаюсь в рекрутинг. Ну, собственно говоря, я не выключалась из рекрутинга, да. Я нахожусь в активном рекрутинге и также вместе с вами буду опробировать эту систему. Я все лето приняла решение активно отработать для того, чтобы осенью получить новый результат. Для меня это очень интересно, для меня это очень важно. У меня есть мотивация, у меня есть желание. И самое главное, у меня есть система, да, полная система для того, чтобы легко выполнить все эти действия. Так, что-то у нас здесь пишут. Сейчас люди действительно на Reflame по-другому смотрят. Хорошо реагируют, прислушиваются, присматриваются. Все правильно, это идет от тебя, Тоня. Вот если ты идешь с таким посылом, вот когда я с людьми разговариваю вживую о компании, абсолютно все всегда заинтересовываются. Все всегда, без исключения. Потому что от меня идет такой посыл. За спонсорами каждое слово записывали. Да, да, да. Теперь скорость увеличится. Да. Мы это сделали как раз для того, чтобы увеличить скорость. То есть система нам нужна именно для увеличения скорости. Ну что ж, ребят, я хочу вас поздравить с наступающим праздником, очень важным для нашей страны, день Победы. Уже во вторник, да, все наши ветераны будут праздновать, все наши семьи будут праздновать. И, наверное, это, ну, лично для меня по грандиозности это такой же праздник, как Новый год, но по важности этот праздник гораздо важнее. Вот лично для меня это вообще самый важный праздник в году. Поэтому я вас поздравляю всех с наступающим 9 мая. Обязательно встретитесь с семьей, обязательно посидите, обязательно вспомните своих родственников, которые жили в те времена, да, которые жили потом, может быть, другие времена, может быть, не удалось им пожить другие времена. Самое главное, что этот праздник объединяет всю страну, объединяет все семьи и, наверное, объединяет весь мир. Ну а мы с вами продолжаем активно работать, активно развиваться. И каждое воскресенье в 19 часов по московскому времени я вас жду на нашей вебинарной площадке для того, чтобы показать вам новые ключевые моменты в развитии нашего бизнеса. Все. Огромное спасибо всем присутствующим и, конечно же, больших успехов в работе.